Великий лес начинается с малого. В этих шклянных еместостях прорастает насение лесных дровляных видов. Но выготовить лес мало, надо его еще и заховать. Владимир Усеня ведет в этом сенс, потому и стал ладальником гонорового медаля. И он может сказать лесный заховальник и выротовальник. В Институте лесу гомельские ученые работают с начала 80-х. И больше за 300 его научных работ накированы на уродливость хлеба, выротование лесов от пожаров и лесных шкодников. На протяжении последних лет я руководил разработкой феромонных препаратов для мониторинга стволовых вредителей в хвойных насаждениях. Это у нас усыхают сосна и ель. У тем, что усыхают хвои и елки, есть причина. И она находится в этих сосудах. Это жук-караед. А доклад не то, что от него засталось. Ворох зловленный и обязкодженный. Сейчас ели. Жук-шкодник снищает дровнину не только в белорусских лесах. Шкодная козурка селкуется корой по всей Европе, Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Массовые усыхания хвоевых рослин в Беларуси начались в 2016-м. Первые очаги, дарыч, изъявились в гомельском лесгасе. Завел миг короткий период. Часу этот жук может снищить великий пляц лесу, саду, дровляных побудов и лесонарыхтовок. Али распроцовки белорусских навыковцев. Далее отпор ворогу. Феромоны перед лётом данных вредителей развешиваются вместе с феромонными ловушками. Вот данная феромонная ловушка – это для усачей рода Моногамус. Это ловушка для шестизубчатого и вершинного короеда. Диспенсеры вывешиваются. Здесь вот диспенсеры в лесу и происходит мониторинг этих вредителей. То есть они привлекаются? Они феромоны привлекают. Феромоны на каждый вредитель – свой феромон. Они привлекают данных вредителей. И работники лесного хозяйства могут определить, где очаги и численность этих вредителей. Для того, чтобы спроектировать мероприятия по борьбе с данными вредителями. В войне с казурками наши навыковцы перемогли. Хвои отрымалось выротовать. А вот яловые насаджения еще у неба специи. Олег Умельский-Навыковец не сомневается – наука все переможа. Самое главное, чтобы наши разработки не пылились на полках институтских или где-нибудь других учреждений, которые мы передаем. А когда видишь реалии внедрения твоих разработок, очень приятно. Очень приятно, когда проезжаешь, стояли рыжие сосновые леса. Они практически очаги наблюдались по всей нашей стране. И когда проезжаешь по лесу, смотришь, здоровый сосновый лес стоит. И там есть какая-то долька твоего вклада в ликвидации очагового этих. Очень, конечно, приятно. Вестка об державной узнагороде за працу признается в ученый была приемным сюрпризом. Сирота-тримальников и еще представники разных профессий. У каждого из них своя история, своя корысть и свое признание, которое по заслугах оценили. Ирина Дробышевская, Александр Чернышевич. Телеродия компания «Гомель». СМС-Телнал «Гомель». СМС-Телнал «Гомель».